приветствую всех на моем канале меня зовут наталья и сегодня я хочу вам показать как сделать вот такие вот игрушки если вам интересно оставайтесь со мной приступим для работы мне сегодня понадобятся сами шарики они у меня пока что еще не склеены буду использовать белый акриловый грунт краски акриловые разные белая серая с блеском и черная также мне понадобится молд полубусины они у меня испорчены немножко я их подожгла поэтому могу их использовать в этой работе возможно мне понадобятся камни блестки кисточки которые мы с вами делали в одном из видео и глина работу начнем с того что подготовим лепнину молд этот по моему есть уже у всех мои подписчиков если нету ссылочку я оставлю и использую я глину creal do and dry производство нидерланды меня часто спрашивают но появляются новые подписчики и возможно они не знают и конечно я уже не раз показывала как работать с ней глину после вскрытия обязательно хранить в пакете чтобы она не подсыхала и не теряла свои свойства берем глину и заполняем молд она очень хорошо заполняется глина мягкая и с ней легко работать и ножиком я зачищаю все при этом немного вдавливаю все чтобы все узоры были отчетливо видны и все лишнее снимаю я все зачищу и переворачиваю молд и аккуратненько вытаскиваю лепнину у меня силиконовая кисточка и если что-то где-то застряла я помогаю вот вы видите все отчетливо и красиво получается и на недолго на некоторое время извините отложим ли берем шарик отмечаем середину где у нас будет прикреплена кисточка раскрываем шарик и откусываем вот эти ненужные нам части на одной стороне и на второй стороне делаем аккуратно чтобы ничего не лишнее не откусить поэтому лучше по чуть-чуть вот что у нас получается от кисточки вытаскиваем веревочку и подклеим ее вот сюда так как у нее здесь узелок она у нас не выскочит и склеиваем две половинки вместе нанесу клей и выкладываем кисточку в середину и склеиваем две части совмещаем так что-то у меня криво пошло и зажимаю вот что у нас получилось теперь берем пилочку или наждачную бумагу и снимаем весь глянец лепнина у нас немного постояла закрепилась и я отрезаю вот эту вот верхушку она нам не нужна теперь беру игрушку грунт и кисточкой накладываю достаточно такой толстый слой грунта на грунт можно приклеивать лепнину очень хорошо держится даже на обратной стороне на русском языке это написано и теперь аккуратненько беру лепнину и укладываю немножко еще к ней с одной стороны и со второй совмещаем все все выравниваем и совмещаем и немного придавим пальчиком и также на грунт я подклеила полу бусины теперь наношу остаток грунта по всему по всей игрушки перехватываю щипчиками и беру спонжик и мне надо создать такую зернистую поверхность вот что получается и так обработаем весь шарик и отправим сушиться шарик у меня подсох беру белую акриловую краску спонжик и крашу весь шарик лепнину я всего лишь вот так чуть-чуть она и так белую подкрашу а сам шарик подкрашу весь при этом сохраняется вот такая пористая поверхность подкрашиваю шарики и отправляю сушиться мой шар подсох напоминаю покрасила я его два раза белой акриловой краской и теперь буду использовать серую краску металлизированную и черную буду подкрашивать беру кисточку и вот таким образом на нашу краску практически на весь узор на всю лепнину я нанесла серую краску также покрасила вот эти полубусины которые мы приклеивали если у вас нету лепнины которую можно использовать чтобы скрыть склеивание то можно вполне использовать полубусина и теперь я беру салфетку это у меня обыкновенная салфетка смоченная водой и хорошо выжатая и вот так лишнее убираю лепнина как бы будет и прокрашена но также не будет слишком много и отправляю сушиться моя лепнина подсохла и теперь я беру черную краску вы можете взять любую другую который вы хотите оттенить и немного красочки выдавливаю сейчас я просто беру вот так пальчиком и наношу краску на лепнину на верхнюю часть раньше я это делала кисточкой но поняла что пальчиком у меня получается намного лучше и также подкрашиваю немного полубусина мои шарики подсохли и теперь его надо покрыть лаком можно использовать любой лак вот у меня есть такой он немного с блеском есть матовый лак можно также использовать лак для докупажа и у меня вот есть такой лак спрей мои подписчики уже его видели и именно им я и воспользуюсь и всю игрушку покрою лаком и конечно отправлю сушиться мне очень нравится сочетание цветов белый серый черный кисточка получается стиль минимализм но при этом очень красиво ну что ж пошла покрывает лаком мой шар высох и вот что у меня получилось теперь мне осталось надеть кисточку я ее разворачиваю и укладываю на место завязываю узелок и опуская его как можно ниже так у нас будет кисточка закреплена с внутренней стороны и с внешней двумя узелками кисточка встала на место все подтягиваем зажимаем лишнее обрезаем и закрепляем огнем что-то у меня тут закисть ниточка торчит уберем кисточка у нас прикреплена мне осталось прикрепить вешалочку я использую ленту 3 миллиметра и длина у меня 24 сантиметра вы можете брать больше или меньше это уже как вам нравится и узелок опускаем вниз лишнее можем подрезать и подклеить его и затягиваем горячим клеем подклею и вот что получается я взяла мелкие камешки и в произвольном порядке подклеиваю их вот такие оригинальные игрушки у меня получились бантики я еще не придумала поэтому пока отложу и буду думать но я обязательно что-нибудь придумаю и мне тут конечно пришла одна идея в голову я нашла у себя вот такой вот пеньюар я его давно не ношу но здесь меня привлекли кружевом вот какие они красивые возможно я их применю бантиках что вы думаете насчет черного цвета в бантиках хотелось бы узнать ваше мнение а на сегодня все надеюсь мое видео вам понравилось и было полезным творческих успехов вам и до новых встреч пока пока